Чтобы сделать гвоздь предельно прочным, его изготавливают из углеродной стали. Она доставляется на фабрику в больших катушках. Проволоку очищают от ржавчины в горячей ванне, прежде чем прубить на отдельные гвозди. Углеродная сталь, как говорит её название, содержит в себе углерод, который укрепляет её структуру. Такая сталь прочна, но подвержена ржавлению, поэтому её кунают в серную кислоту. Кислота разъедает ржавчину, не трогая сталь. После очистки одна такая катушка проволоки весом 2360 килограммов пойдёт на изготовление почти миллиона гвоздей. Но толщина этой проволоки в два раза превышает толщину готового гвоздя. Чтобы придать проволоке нужную толщину, её протягивают через проволочно-волочильную машину. Машина состоит из шести барабанов. Каждый с отверстием в центре. Привод протягивает стальную проволоку, прилагая к ней почти полторы тонны силы. Каждое отверстие меньше предыдущего. Давление машины заставляет проволоку вытягиваться, чтобы пройти в отверстие. Последнее отверстие имеет нужный диаметр 2,3 миллиметра. Именно такой диаметр имеют готовые гвозди. Стальная проволока сматывается на выходе в огромные катушки со скоростью 10 метров в секунду. В одной такой катушке содержится почти 10 километров стальной проволоки. Её хватит на 40 тысяч гвоздей. Далее катушка разматывается в машину, которая делает из проволоки гвозди. Это происходит очень быстро. Треть минуту машина делает 700 гвоздей. Мы попросили замедлить ход машины, чтобы показать, как гвозди обретают форму. Сначала штамп ударяет по одному концу проволоки, превращая её в шляпку гвоздя. После этого машина отмеряет ровно 63 миллиметра проволоки. Длина будущего гвоздя. Две твердосплавных режущих пластины отрезают гвоздь, придавая концу форму четырехгранника, который хорошо входит в дерево, не давая трещу. Из машины гвозди выходят готовыми для забивания. Но им требуется ещё один ключевой элемент, который позволит им держаться прочнее в брусе и лучше скреплять деревянные конструкции. Винторезный станок наносит борозки на носку гвоздя. Они похожи на борозки винта, но более мелкие. Борозки цепляются за волокна древесины и прочно держат гвоздь. Но гвоздь не прослужит долго, если его одолеет ржавчина. Для защиты от ржавчины гвозди покрывают цинком. В отличие от стали, цинк не ржавеет при контакте с кислородом. Вместо этого он окисляется и создаёт защитную плёнку, которая оберегает сталь от ржавления. Процесс называется горячим цинкованием. Когда гвоздь опускает в бак жидким цинком, он проникает вглубь стали и образует четыре слоя защиты. Внутри гвоздь состоит из стали, а снаружи, там, где происходит контакт с воздухом и кислородом, он цинковый. Без такой защиты стальной гвоздь проржавеет через полгода. А покрытый цинком он продержится как минимум 50 лет. Теперь гвозди готовы для забивания молотком. Но эти гвозди будут ещё лучше. Их ставят в специальную ленту для заправки и гвоздевые пистолеты. Гвозди вдавливают ленту из полиэтилена с предварительно проделанными углублениями. Гвозди встают в эти углубления. Заправленная гвоздями лента проходит через счётное колесо, которое отсчитывает 200 гвоздей, режет ленту, сворачивает рулоны. Наконец, магнитный захват переносит рулоны на упаковочный конвейер. Заправив такую ленту в гвоздевой пистолет, вы без труда законите гвозди в груз. Они продержатся там полвека. А то и больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова